Всем привет, это Батя. Сейчас расскажу самые интересные новости недели. Сегодня в выпуске. Подкаст Рональдо и Мистера Биста. Новый фильм «Как приручить дракона». Восстание обезьян в Таиланде. Новый логотип Ягуара. Ладонева в Дубае и Ким Кардашян влюбилась в робота. Мистер Бист пришел на подкаст Крещена Роналду. Ну, кто такой Роналду и Мистер Бист? Наверное, не надо рассказывать. Роналду футболист, самый известный в мире, наверное. Других не знаю. Ну, Месси, возможно, тоже, там, мы говорим с ним. Ну, Мистер Бист, это один из Мистер Жвей. Вот, мой дружбан, блогер, тоже известный. Формат общения, ребят, подкасты, знаете, что такое? Это когда собираются знакомые друзья, известные люди, и общаются два часа ни о чем. Просто так контент пилин, чтобы вы смотрели. Это же не новости. Да, папа, господин, новости, ты как? Материал найди, почитай, разберись, факты проверь. Соответственно, медиафайлы дайди добавь. Монтируй, придумай, шутки добавляй. А подкаст сидишь такой? Кофь, чай пьешь? Как дела, Крещен? Ну, нормально, как у тебя? Ну, и тут то же самое было. Особо не было каких-то остротимов, обсуждали бы жизнь, там, просто какие-то планы на будущее. Небольшой такой постёб был, типа, кто из них самый будет крутой, ну, в соцсетях. В целом, для Рональда это хороший вариант, как бы сказать, контента, потому что он и так по-бому занимается еще, наверное, тут не хватало какие-то там, знаете, челленджи придумывать. В то же время нет. А так сел, пообщался с людьми. Своё мнение сказал, потому что... Ну, и в целом всё. 13 июня 25-го года выйдет фильм «Как проручить дракона». Это будет фэнтези-боевик по мотивам одновременной книги британской детской писательности Крисиды Куэлл. Но это является одним из первых ремейков мультфильма 10-го года. Давайте я вам расскажу, о чём был первый мультфильм в 10-м году. В мультфильме вы узнаете историю подростка Икинга, которым не слишком близок традиции его, так сказать, семи героического племени. Много лет они боролись с драконом. Мир Икинга переворачивается с ноги на голову, когда он неожиданно встречает дракона Беззубика. Этот дракон поможет викингам увидеть мир с другой абсурдной стороны. Ну и, в общем, они вместо вражды начинают вместе как бы сотрудничать, как-то зауживаться, ну, правильное действие. Я когда первый раз увидел этот фильм, мне достаточно понравился, необычный сюжет и картинка приятная мультфильма. Надеюсь, фильм будет тоже так же не хуже в мультиках. Toyota Gaziracing построил Рестамон на базе культового купе, ну, тронера АЕ86 спринтера. Gaziracing — это такое автоспортивное подразделение в Тойоте. Пока особо не раскрывают детали, как и с чего будет делать новую машину, но есть такие слуги, что будет на базе китайских автомобилей делать. Даже есть небольшие новости, что в КНР начали производить такие кузовы АЕ86. Ну, это такой леонидарный автомобиль-базпринтер. Ну, я, соответственно, не удалось на нем поездить, но, как бы, я слышал про него много интересов. Будет достаточно прикольно, если у нас старые машины сделают с новой начинкой, знаете, там, автомат, подогрев сидений, аудио-система, ну, короче, все нафаршировано будет, а кузов будет старый. Вы бы какую машину хотели сделать под новый лад? Пишите в комментариях. Бустер показал свою новую квартиру за 100 лямов. За 100 лямов можно дом две штуки построить, даже три. Слава, Бустер зарабатывает хорошие деньги на стримах. Что он там показывает каким-нибудь путем зарабатывать? Ладно, не будем углубляться, это его дело. Каждый крутится как можно. Вот, ну, короче, бабку поднял, он был еще компьютерный клуб, открывал, сейчас купил квартиру за 100 лямов, вот. Соответственно, она уже, ну, требует небольшого ремонта, обновления под его, так сказать, нужно. Вот, соответственно, они сейчас с его супругой дела работают делать, соответственно, ремонт небольшой косметический, вот. И потом будет новый видео вклад. В Донландии было восстание обезьян. Ну, понятно, понятно, это такие заголовки, чтобы, типа, отрыггернуть новость. А в целом, как бы, похоже, очень, конечно, на сюжет фильма, но вот там по-другому чуть-чуть. Жители Лапури давно страдают от такой проблемы, что макак и обезьян становятся все больше и больше, и они даже сделали какой-то такой вольер, стену, чтобы они, ну, не перебирались в город, не мешали жителям. И на днях эти обезьяны выломали сетку и сбежали из своего вольера и начали, так сказать, бегать по городу и добрались до полицейского участка. Их насчитывалось около 200 человек. Они пытались попасть в это здание, ну, били по стеклу, мазили по крышам. Сотрудники участка заблокировались и ждали, пока подкрепление не пройдет. Ну, это прям сюжет фильма «Восстание планеты обезьян». Там тоже такая ситуация была, когда приматы сбежали, вот, потом начали, так сказать, борьбу против человечества. «Ягуар» отказался от фирмного зверя в своем логотипе. Кабоне «Ягуар» была основана в 1922 году, и там на логотипе был такой «Ягуар». Ну, соответственно, «Ягуар», «Ягуар». Сейчас это убирают и оставляют только буквки «GF». И они будут плоские, уже не объем. Первая публичная историация будет 2 декабря в этом году уже, где покажут новый логотип уже вживую. Ну, как автор, как понимаю, хотелось бы что-то новое уже, уже почти 100 лет не менялось. Можно было бы, конечно, да, что-нибудь придумать поинтереснее, чем просто буквки. Вот у меня тоже канал называется «Liveine». Я там, по-моему, эту структуру назвал. Сейчас уже и галочки, и документы, и 5-10, и все на это имя. Менять это полно правильное. А вы, как бы, ребята, назвали мой канал? Пишите вариант в своих комментариях. На этом неделе мне проглянулся умный ночник от Xiaomi. Как заверяет производитель, он может работать аж за 15 месяцев от батарейки, потому что там умные датчики стоят, и они включаются, ну, сенсорные, когда ты подходишь или уходишь. Можешь еще настроить через телефон, через умный дом, подключить другие устройства. В общем, Bluetooth, Wi-Fi, все, что хочешь. Выглядит, ребята, достойно. Вот, я посмотрел, получил фотографии, картинок. На лестнице, допустим, очень удобно будет поставить, или какие-то коридоры проходные. Но в целом, это устройство полезно тем, кто заранее ремонт не делал и не делает датчики. Я, когда стройкой занимаюсь, я обычно предлагаю людям в коридоре или какие-то лестнице поставить датчики движения, чтобы настроить по времени, что срабатывали, когда подходишь. Соответственно, если такого заранее нет, то довольно-таки удобно будет. Называется он Sensor Night Light 2. То есть, как бы, прикрутил где-нибудь так аккуратненько. Настроил небольшой свет, ночью пошел, там, по своим делам, раз, и свет включился. Так что, ну, в принципе, удобная вещь. Берите. Макдонер запустил продажу аромасвеч. Сейчас че-нибудь компания эту свеч запускает. Стало только Burger King, да, еще запустить свечки себе. Будет несколько запахов. Будет картошка фри, естественно. Ну, сам легендарный запах. Че еще там, кисло-сладкий соус, наггетс. Ну, много разных вариантов. Но это не первая их, не такая, сказать, коллаборация со свечками. Ну, как это правильно сказать. Это уже было в 20-м году. Они делали, соответственно, на вкусный свечек, как чизбургер. Ну, того бургера, который обсуждался еще в фильме «Криминальные чтивы». Первые покупатели таких свечек говорят, что очень хорошо пахнет на всю квартиру. Если картошку пожарят на кухне, то тоже вся квартира пахнет. Надо Нива будет в Дубае. А почему едет он, а не я? Нива легенд будет стоить в Дубае 60 тысяч дыха. Это примерно 2 миллиона рублей, где-то, наверное, на момент, так сказать, на этой новости. Полноценная продажа стартует в 25-м году. Сейчас пока можно записаться на тест-драйв, потестить машину. Там еще будет лада, по-моему, веста, гранта. Соответственно, сделать предзаказ. Машина будет идти 2-3 месяца. Ну, если в Ниве нету кондиционера, только вентилятор. Ну, наверное, будет сложновато на ней ездить в Дубае. Там бывает же 50 градусов, представляете? Молодцы, ребята, все выдержали. Ну, молодцы, молодцы. То есть, надо расширяться везде, продавать машины свои. Че, почему нет? Ким Кардашьян влюбился в робота. Я думал, что это за брехня опять пишет в интернете. Начал разбираться. Ким Кардашьян интересная звезда такая американская. Ну, я в курсе сейчас, знаете ее. Не буду сейчас в его углубляться в сказку. Она взяла Tesla-робота Optimiz от Илона Маска. Который, как чаю, ходит, помогает по дому, убирается, приносит там посуду и готовит. Он стоит 30 тысяч баксов. А я рад вам бесплатно помогать. Ну, Ким Кардашьян не дурьк просил его по дому помочь. Плюс еще общалась с ним. Какие-то игры, головолокомы, ножницы, бумага. И в какие-то моменты они там начали друг другу повозочные поцелуи посылать. Ну, и пользователи интернета говорят, ты че там? Пробу любовь с ним занимаешься. Вот поэтому над ней и смеются, и угорают. Типа, че, че это? На старости лет с кукухи поехала. Как говорится, было бы не так смешно, если бы не было бы кучи книг и фильмов про будущее. Где вот так новости, они как раз и появлялись в виде шутки. Один робот сбежал, другой за него, так сказать, подумал. Третий пастучки на пусту лучики отправляет. Соответственно, вот так, вот так, вот так, вот так новости. Не знаю, к чему приведет даже. Уже даже аватары делают в виде людей. Они могут написать текст, и он за меня будет говорить. Ну, и не переживайте, я настоящий. Я все сам буду делать. Это были Лысые новости. Спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.